Мой коллега Василий Кучушев. Василий, походило ли выступление Скорпионс на ураган, как обещали сами участники группы? Абсолютно верно, Ольга. Скорпионс ворвались в эту вечернюю Москву, как настоящий ураган. 60-летние музыканты с первых же аккордов зарядили зал такой мощнейшей энергии, дали жару, как говорят у нас в России. Причем с самой первой же песни, это первая песня с их одноименного альбома «Жало в хвосте». Все, конечно же, вживую. Сыгранность, техника исполнения просто потрясающая. Концерт в Москве. Этот концерт в Москве стал вторым в этом последнем гастрольном расписании Скорпионов. И не случайно. Роман немецких рокеров с российской публикой начался еще в 1988 году. Их первый концерт в Ленинграде вызвал у фанатов рока бурю положительных эмоций. И с тех пор Скорпионы были, пожалуй, самыми частными гостями на нашей рок-сцене. Однажды их даже приглашал лично генсек Горбачев. Ну а их альбом, в который вошла знаменитая песня «Ветер перемен», такая своего рода эпитафия Советскому Союзу, разошлась миллионным тиражом. После такого гитарист Рудольф Шенкер даже решил жениться на русской девушке, с которой они счастливо живут до сих пор. В общем, Россия стала такой неотъемлемой частью успеха этих мощных стариков-скорпионов. Концерт отложится в моей жизни как один из основных. Он должен быть самым мощным, он должен быть самым лучшим, потому что он последний, и я хочу запомнить это на всю жизнь. Мировое турне «Жало в хвосте» продлится, как говорят сами музыканты, не менее двух лет. После этого на пенсии, как говорят сами музыканты, каждый пойдет своим путем. Ну вот Майкл Шенкер, например, накануне в эксклюзивном интервью нам признался, что планирует выпустить именную серию гитар. А вокалист Клаус Майне, скорее всего, займется сольным проектом. Ну, по всей видимости, 60 лет для скорпионов – это не возраст, все только начинается. Спасибо, Василий, по-хорошему вам завидуем. Василий, какой чушь.